Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, и я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги. Ровно 300 лет назад, в 1721 году, появилась Российская империя после победоносной войны со Швецией. Что мы знаем об этом государстве, которого сейчас нет на земном шаре, но в течение 200 лет это государство было одним из крупнейших в истории человечества. Третьим по территории среди других государств, как Британская империя и Монгольская империя. Третьим по численности населения после империи Цинь и Индии. Множество языков, множество народов, множество культур. Все это проживало совместно на огромной территории, которую мы знаем как Российская империя. Итак, появившись в начале XVIII столетия и образованной Петром I, который был прозглашен первым императором России, эта страна сыграла очень важную роль в истории человечества. Что же мы знаем из книг об этом государстве? Во-первых, это книга «Императорская Россия» автора Евгения Анисимова, известного научного сотрудника, который написал более 250 статей и научных трудов о России в целом. И вот эта книга посвящена как раз вот этому периоду императорской России, империи, которая в его изложении выглядит не только как государством с его чиновниками, с его сословиями и так далее. Мы говорим все-таки о том, что это еще и определенная эпоха культурного прогресса. И об этих людях как раз Анисимов очень много говорит. Это, конечно, и наши поэты замечательные Золотого века, это и авторы 19-го столетия. То есть этому он тоже уделяет очень много внимания в своей книге. Эта книга о двух с небольшим столетиях русской истории, во многом определивших судьбу страны. Время существования Российской империи от Петра Великого до Николая II сделало Россию великой, заложило основы ее могущества, но и определило ее падение в 1917 году. Рассказать об этом этапе истории достаточно подробно, доступным языком и не скучно – задача книги. Текст книги разбивается вставками, которые играют роль дополнений, развивающих главные темы. В этой книге я стараюсь как можно чаще обращать внимание читателя на источник. Стремлюсь помочь заглянуть в него, вызвать интерес к проблеме правомерности той или иной трактовки исторических событий. Лещу себя надеждой, что мои заметки в чем-то помогут читателю осмыслить историю. В основе этих размышлений стоят извечные вопросы. Почему это все у нас получается не как у других? В чем причины наших успехов и неудач? Почему Россия идет таким путем, как сейчас? И что ее ждет впереди? Не менее известный автор Александр Мясников, написавший вот такую вот книгу «Российский хронограф». Она вышла совершенно недавно. И она уникальна тем, что содержит QR-коды после каждой главы. Наведя любой гаджет, который у вас есть под рукой, на эти QR-коды вы получите дополнительные видеоматериалы. То есть история становится такой вот интерактивной наукой, интерактивной дисциплиной, где можно не только, наверное, что-то прочесть, узнать об источниках, но и посмотреть какие-то видеоматериалы. Появление этой книги – явление с одной стороны закономерное, а с другой – уникальное. В нем под одной обложкой вместилось семь книг. В российском хронографе, используя новые технологии QR-кодов, можно получить намного больше информации, чем представлено на традиционной книжной полосе. В России долгие годы целые поколения воспитывались на том, что собственной истории надо стыдиться. От нее надо отречься или пытаться предать забвению. А ведь мы должны гордиться своей историей. Своими предками, которые создавали и обустраивали огромную страну. Еще об одной книге хотелось бы вам рассказать. Автор Игорь Кузнецов. Эта книга собрана из террореволюционных источников, из газет, журналов того времени. И содержит преимущественно исторические анекдоты. О разных личностях и о государственных деятелях, и руководителях страны. А также их сподвижников о Пушкине. Очень большой материал содержится, поскольку Пушкин был, конечно, неординарной личностью того времени. И привлекал к себе массу внимания общественного. Ну, соответственно, с его действиями в общественной жизни, конечно, связано много анекдотов, каких-то интересных историй, которые, возможно, даже были вымышленными. Погрузиться в атмосферу прошлого. Книга занимательных исторических фактов об императорах России, их окружении, знаменитых поэтах и писателях. Многие участники событий будут смотреть на вас с портретов. Вы познакомитесь с ними ближе. Но не только сенсационными фактами наполнена книга. В ней анекдоты из жизни Петра Первого, Суворова и Кутузова. Ну, и завершу свой обзор вот такой замечательной книгой, которая не имеет отношения непосредственно к истории, к государственным деятелям. Того времени, двухсотлетней истории империи. Напомню, что в 1917 году, в феврале, после революции империи больше не стало. Это Сергей Прокудин-Горский. Уникальная личность, который был изобретателем, был ученым, педагогом. И самое главное, он был фотографом. То есть он был новатором в деле фотографии того времени. Все начиналось больше во Франции и в Германии. Он очень много чему там научился у специалистов того времени, если так можно выразиться. И создал свои инструменты, которыми он мог фотографировать в цвете российскую действительность того времени. Он проехал в начале XX века по России, по многим губерниям, по многим городам. И снимал в цвете самые разные памятники людей, окружающие действительность того времени. И, конечно, совершенно невероятно, что качество фотографии невероятно высокое. И мы можем говорить о том, что все-таки Россия была тоже в ряде стран, которые шли в ногу с научно-техническим прогрессом. Нам представляется история дореволюционной России, да даже советская история больше в черно-белых цветах, тонах. Но это совершенно не так. Мы просто немножко забыли о технологиях, которые Прокудин-Горский как раз внедрял, придумывал и оставил след, наверное, в памяти нашей уже о том времени, когда Россия была еще императорской. Когда Россия была империей. Профессиональное занятие цветной фотографии, чему Прокудин-Горский посвятил всю свою жизнь, могло бы сделать его очень богатым человеком. На съемках одних пародных портретов сановных лиц, купцов и промышленников он мог бы сколотить целое состояние. Это не говоря уже о таких высокодоходных занятиях, как реклама и полиграфическое производство. Однако Прокудин-Горский поставил перед собой совсем иную задачу. Посредством цветной фотографии запечатлеть облик современной ему России, исторические места, памятники архитектуры, типы жителей и, наконец, живописные виды. Следующим этапом должна была стать широкая демонстрация полученного изобразительного материала по всей стране. Прошел век и стало очевидным, что никто не смог запечатлеть ушедшую в небытие Россию лучше, чем великий русский фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский. И пусть с запозданием, но вполне заслуженно, он получил славу в своем отечестве. Читайте книги, приходите, пожалуйста, в Московский дом книги. У нас всегда очень много интересных новинок. Ваш Алексей Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok